Привет всем! Сегодня я расскажу вам о трусливых машинах, живых батарейках и голубых вихрях. Смотрим внимательно! Лаборатория машинного понимания Высшей школы информационных технологий и информационных систем Казанского федерального университета продолжает работу над построением искусственного сознания. Ученым в ВУЗе уже удалось научить машину испытывать страх и отвращение. Исследователи используют работу Хьюга Лёвхейма «Куп эмоций», в которой описано влияние трех нейромедиаторов – норадреналина, серотонина и допамина на базовое эмоциональное состояние. В вычислительной системе роль этих нейромедиаторов рассматривается в перераспределении вычислительных мощностей между процессами хранения информации и принятия решений. Лаборатория сейчас трудится над построением виртуальной модели мозга крысы. Им уже удалось воплотить допаминовую и серотониновую подсистему, воссоздать реакцию на страх и отвращение. Химики из университета Мальме и Кюрчатовского института впервые испытали на человеке топливный элемент, способный вырабатывать электричество при контакте с потоком крови. Устройство состоит из двух трубчатых графитовых электродов, через которые идет ток крови. На каждом из них протекают определенные электрохимические реакции. На первом происходит окисление глюкозы, сопровождающейся выделением в окружающую среду ионов водорода. На втором электроде происходит реакция восстановления кислорода, растворенного в крови. В итоге между двумя электродами возникает электрическое напряжение. Мощности топливного элемента оказалось достаточно для того, чтобы обеспечить электричеством небольшой дисплей на электронных чернилах. Команда исследователей из университета Мэриленда обнаружила новый вид огненных торнадо, который может оказаться полезным человеку. Ученые назвали его «голубым вихрем». Потенциально его можно использовать для уменьшения выброса углекислого газа в атмосферу и для очистки мест разлива нефти. Как поясняет один из авторов исследования, Элейн Орен, желтый цвет пламени обусловлен тем, что кислорода оказывается недостаточно для полного окисления топлива. Голубое пламя – признак того, что кислорода достаточно, и сгорание происходит полностью без копоти и сажи. Ученые считают, что благодаря этим характеристикам «голубой вихрь» сможет удовлетворить спрос на технологию высокоэффективного низкоэмиссионного сгорания. Это были самые необычные новости науки на сегодня. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok